В нашем первом выпуске мы вам расскажем, а главное покажем, как мы собираем различные животные для наших исследований. Ведь прежде чем их исследовать, собственно, мы должны их как-то собрать. Для большинства студентов биологического факультета знакомство с разнообразием беспозвоночных животных начинается на летней полевой практике, которая проходит на острове Среднее в Белом море. Там студенты учатся не только грести на лодках, но и различными способами добывать животных прибрежной зоной или с морского дна. Для этого используются драги, позволяющие изгребать грунт со дна, кошки, с помощью которых можно зацепить водоросли, планктонные сети или такие вот приспособления – начерпатель. Именно так добываются различные планктонные личинки. Многощетинковые черви, многие моллюски, мшанки, медузы и ракообразные. Многощетинковые черви, все, которые получаются в пляже. Субтитры делал DimaTorzok Прямо на берегу моря. Например, улиток литарин. Или при удаче медуз. Можно не вытягивать животных с морского дна вслепую, а нырнуть к ним в море и поглядеть, как они живут. На нашей кафедре хорошо развита практика погружения с аквалангом, поэтому мы можем вам показать, как выглядит реальная жизнь на дне моря, а не в чашке петли. Дайвер может не только выборочно собрать нужных животных, но и заснять их, понаблюдать, как они себя ведут. Или установить на дне различные датчики, которые будут следить за изменениями абиатических факторов в море, что важно, например, для экологических исследований. Ныряют наши дайверы не только в северных морях, но и в самых южных, в побережье Антарктиды, где, несмотря на отрицательные температуры воды круглый год, подводный мир очень богат. Дорогие, которые не любят холода, ныряют там, где потеплее, и растут развесистые кораллы и колонии, которые не любят холодно. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok Некоторые наши сотрудники ходят в длительные экспедиции на различных научных судах. Впрочем, иногда не обязательно забираться в какие-то далекие холодные моря, чтобы добыть интересное животное себе для исследования. Так можно найти объект для изучения и в Финском заливе, и в реках Ленинградской области. Субтитры создавал DimaTorzok Специалисты по различным микроскопическим животным порой могут найти новые виды в обычных лужах, мху или опавшей листве прямо около университета. Субтитры создавал DimaTorzok Однако не всех животных одинаково легко добыть. С некоторыми приходится повозиться. К примеру, чтобы достать паразитов, приходится для начала вскрыть их хозяину. В конечном счете, кого бы мы ни собрали, животное нужно каким-то образом подготовить для дальнейшего исследования. В основном мы фиксируем животных, либо же сохраняем их живьем. Вот протестологи, например, хранят свои объекты исследования в виде живых культур. А если нужно сделать так, чтобы потом из животного можно было выделить ДНК или даже РНК, нам понадобится что-то более высокотехнологичное. Обращали ли вы внимание на наш большой холодильник на минус 80? Именно здесь мы храним такие фиксации. А вот что дальше происходит с нашими объектами исследований, и как по-разному мы их изучаем, вы узнаете в следующем ролике. Субтитры создавал DimaTorzok